Достаточно простая стелла. Особенность ее в том, что она толщиной 12 сантиметров и очень сильно привлекает внимание в этом памятнике именно вот эта вот композиция, которая называется обычный саркофаг. Она состоит из надгробной плиты, вот подпорных стенок надгробной плиты, ну и отмостки. И сейчас про это расскажу подробнее. Начнем снизу. Посмотрите, отмостка размерами примерно 2 метра 30 сантиметров на метр сорок. Это цельная плита. Здесь нет ни одного шва. Цельная плита в толщине 5 сантиметров. Она изготовлена с полуваликом. То есть вы здесь видите, что это не прямой угол, а закругления очень хорошо отполированы. Яркий, очень приятный для глаза Висконт Уайт с нежным рисунком. Такая вот отмостка цельная, что придает этому памятнику гарантии того, что он будет надежно стоять очень долго. Дальше подпорные стенки. Они не просто прямые плиты, а посмотрите, даже они здесь изготовлены с радиусом. То есть толщина 6 сантиметров и уменьшение толщины фрезеровка примерно на сантиметр. Но это очень сильно видно. То есть это кривизна линии. Поднимаемся дальше. Надгробная плита тоже изготовлена с радиусом, с полуваликом. И вся надгробная плита фрезерована в различных плоскостях. Здесь это просто занижение примерно на 4 сантиметра. И ровная плоскость как основание для размещения вазы. Смотрим дальше. Здесь есть фрезеровка дополнительного профиля. Здесь фрезеровка волной. И особенность в том, что здесь перепад толщины. И перепад толщины чуть дальше, он разный. Вам это видно? Там примерно 4 сантиметра, а здесь около 2-2,5. И это видно. Это говорит о том, что плита выгнутая. Это дополнительная работа, которая дополнительно привлекает наше внимание. И которая является отражением того, что это определенная задумка. Это сделано не просто так. То есть все подряд так не делают. Дальше. Подставка под стеллу или постамент, как называют по-другому. Тоже является продолжением плиты, фрезеровкой, но шире. Изготовлена шире. Здесь плоская поверхность. И здесь мы видим, что плита подходит к постаменту вровень. Вот так этот памятник выглядит со стороны стеллы. Интересная композиция. Как я вам сказал, несмотря на то, что здесь простая форма стеллы, она толстая. И этим она дает все-таки подтверждение тому, что действительно родственники постарались сделать этот памятник максимально надежным. Чтобы память об этом человеке хранилась очень долго.